Окей, очень приятно быть с вами здесь. Одно слово скажу, вы потрясающие. На самом деле, вы потрясающие. Для меня, знаете, такое вдохновение было. Я тут выступал на сцене, еще перед, знаете, вот в армии, оказывается, я здесь был. Для меня шок был. Спасибо большое. Я не знаю, специально, не специально, но было приятно. Тимур Савиных. Я. Я. Серега, мы с тобой, кажется, вместе служили. Легко. Ну как вам, друзья, понравилось? Да. Не вижу. Да. Вот так, чтобы было всегда. Знаете, вы же молодежь. У вас будет период времени, когда вы будете старенькими, такими спокойненькими. Ну это, знаете, это гени... Это, знаете, это с возрастом приходит. Но пока в ваше время, вы должны быть динамичными, активными, радостными. Вы слышите? Радостными. Да. Искренними, честными, позитивными. Короче, христианами вы должны быть, любящими Бога. Да. Я хочу сказать, что наша тема нашего разговора – это социальные сети. И я уже думал, Сергей, ты все сказал. Я уже собирался выйти из зала, но потом бы думал, нет, сдаваться не буду. Что вы поняли, социальные сети – это хорошо или плохо? Как использовать? Не понял. Ясно. Я считаю, что социальные сети – это очень хорошо. Извини, Сергей. Но я с ним на сто процентов согласен. И то, что он говорил – это истина. Потому что Библия регламентирует всю нашу жизнь. Библия регламентирует всю нашу жизнь. И для чего ты находишься в социальных сетях – ты знаешь. Я хочу обратиться к Библии, чтобы вместе с вами мы открыли 2 Тимофея. И прочитали. 22 стих. А давайте с 20-го. Глава – это у нас 2-я. 2-я глава с 20-го стиха. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. «Юношеских похоти убегай и держись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Мы потом вернемся к этому месту писания, но я хочу сказать, что как бы мы с вами не хотели убрать социальные сети из нашей жизни, у нас не получится. Это стало частью социума. Это стало частью того мира, в котором мы живем. Социальные сети свергли, по сути, электронную почту. Социальные сети стали популярнее, чем самые популярные какие-то сайты. Если люди раньше сидели в каких-то там сайтах и чем-то занимались, большинство из них сейчас просиживается в социальных сетях. Они отдают максимум времени. И в среднем человек в социальных сетях просиживает 7 часов в день. Больше, Богдан, да? Спасибо за откровенность. Люди, они впустили социальные сети в свою жизнь настолько, что бизнес стал разворачиваться вокруг социальных сетей. На многих предприятиях выдают планшеты бесплатно с доступом в социальные сети. Рекламируются товары в социальных сетях. То есть все двигается. Не надо почту ждать. Ты просто написал письмо, люди всем в онлайн. Сейчас в Штатах, например, хотят сделать общедоступный Wi-Fi бесплатный. Это говорит о том, что они всегда в онлайне. Ты можешь всегда достучаться до человека без телефона. Просто написать любую информацию, увидеть рекламу. Это глобально. Если мы скажем, что давайте выкинем социальную сеть из нашей жизни, ну, это нереально, она останется. И поэтому сегодня нам, как христианам, нужно знать просто, как с этим себя вести. Сколько из вас здесь приняли Иисуса Христа как Господа и Спасителя? Кто первый раз вообще сегодня здесь на этом месте? Ты первый раз. Как тебя зовут? Ваня. Ваня. Дайте Ване аплодисменты. Уже много лет назад я покаялся в этой церкви. Но вот этого здания еще не было. И когда я пришел на служение, моя жизнь изменилась навсегда радикально. И я сегодня живу. Я сегодня просветаю, я радуюсь. Я не лежу под забором, я не иду на сделки с совестью. Моя жизнь искуплена. Бог меня, знаете, наградил всем, что мне было необходимо. Я родился в семье военного. Мой отец иногда приходит сюда на служение. Я родился в семье военного, в которой никогда не говорили о Боге. И моя жизнь, знаете, протекала практически как у всех. И знаете, в каждой семье были там хорошие вещи, плохие. Но всегда не хватало какой-то любви, принятия, радости. С тобой кто-то мог поговорить. Постоянно занятые родители. Я испытывал внутри тоску. Я не знал, как ее восполнить. У меня хотелось иметь настоящих друзей. Но не получалось. Но однажды, когда мне было 17 лет, я попал в церковь. И вы знаете, что меня пленило в церкви? Несколько слов. Как мы рады видеть тебя. На дверях стояли ребята, и они сказали, как здорово, что ты пришел сюда. Первый раз в жизни я услышал эти слова от незнакомых людей. И я понял, что я останусь здесь навсегда. И я хочу тебе сказать, дорогой друг, ты в правильное время, в правильном месте, ты молодец. Что нашел время, прийти сюда. Это потрясающе. И если ты позволишь Богу изменить его, Он изменит тебя навсегда. Но мы говорим сегодня о социальных сетях. Итак, социальные сети – это реальность, в которой мы живем. Мы от нее никуда не денемся. Сколько из вас зависает в социальных сетях? Давайте так, на откровенность. Я вижу кого-то из вас, я ваши аватарки вижу, фотографии. Если вы не поднимете руку, я попрошу вас сам ее поднять. Сколько из вас сидит в социальных сетях? Есть ваши аккаунты, да? И когда Сергей говорил, он спрашивал, для чего ты там? И я хочу задать вопрос. Вообще ты для чего? Для чего ты здесь, на этой земле? Цель твоей жизни и твое предназначение. Я думаю, этот вопрос попроще, чем назвать 12 апостолов. Молодец. Кто еще что скажет? Для чего ты здесь, на этой земле? Цель и предназначение. Не стесняйтесь. Аминь. Исполните волю Божью. Где-то я уже это слышал сегодня. Делать добро. Библия говорит, что Бог создал человека для своей собственной славы. В принципе, человек создан для того, чтобы поклоняться Богу. И каждый человек находится на этой земле, внутри, я не знаю, субстанция, да? Место, которое создает вакуум и стремление поклоняться. Поэтому сегодня тысячи людей поклоняются звездам на эстраде. Вы в курсе, да? Кто-то поклоняется идолам, каким-то божествам. Кто-то поклоняется сетям. Кто-то поклоняется лайкам. Кто-то поклоняется друзьям, кто больше зафрендец у него. Люди стремятся, знаете, к чему-то прилепиться. Но ты христианин, любой, даже не христианин человек, он создан для того, чтобы воздать славу Богу. И до тех пор, пока человек не встанет на эту позицию, он никогда не будет успешен. Успех начинается только тогда, когда ты осознаешь предназначение свое. Я здесь, для того, чтобы прославить Бога. Человек – это венец Божьего творения. Бог своими руками сделал человека и вложил в него жизнь. Я хочу, чтобы вы этого ловили. Может быть, это как-то не совсем социальными сетями. Но я вас приведу. Следуйте, как в Твиттере написано. Следуйте за мной, да? Сколько из вас в Твиттере? В Твиттере сколько из вас? Ребята, вы не знаете, что такое Твиттер. Я как ни пытался там иметь друзей, у меня не получается. Никто меня не читает, и мне уже неинтересно, знаете. Думаю, ай, ладно, никому я не нужен, буду сидеть в Фейсбуке. Вот в Фейсбуке у меня там много. Там, наверное, по тысячу. Мне так приятно заходить. Все друзья. Я на страничке Equip Club, мне понравилась фотография, спецназовцы несут своего раненого друга, и это написано. Они его спасли. А у тебя 500 там друзей. Говорят, кто из них тебя там может спасти? Что они сделали для тебя? Для чего мы здесь? И вот этот вопрос, он на самом деле определяет очень многие вещи. Если я здесь на земле, здесь и сейчас, сотворен для Божьей славы, прославлять имя Бога и делать то, что Он хочет от меня, то значит, где бы я ни был, в любом месте я должен делать то, к чему Бог предназначил. Так или нет? Ну если попугай, он в Африке попугай. Если он прилетает в Белоруссию, он в Белоруссии попугай. Правильно? Нет, он эмигрант. Но все равно он попугай. Он еще гражданством не получил. Семь лет прожить надо, наверное. Попугайский белорус. Да, попугайский белорус. И вот смотрите, друзья. И если вы сегодня уйдете с церкви, где вы христиане, верующие, и вы придете домой и включите компьютер. Вы там кем будете? Вы будете там христианами? Мы должны рассматривать социальные смеси эти как инструмент. Большинство преступлений в быту совершается обыкновенным, кухонным ножом для резки хлеба. Очень мало кто держит дома настоящее холодное оружие. Это запрещено законом. Но вот этот нож, которым мы лежим хлеб, мясо, строгаем карандаши для учебы, если у вас нету точилки, он может стать очень опасным инструментом. Так и контакт, так и одноклассники, так и фейсбук, так и твиттер. Все то, что мы сегодня имеем, может стать вредным, либо полезным. Смотря, как им пользоваться и кто его использует. И все сказали? Аминь. Еще раз? Аминь. И еще раз? Аминь. Вот видите, вы согласились. Все. Мы не призываем вас сегодня оставить социальные сети. Мы не призываем вас сегодня уйти из аккаунта, закрыть свои аккаунты. Мы призываем вас быть христианами. Мы призываем вас быть теми людьми, которые могут изменить мир. Я думаю, что Павел, если бы у него был доступ в социальные сети, он бы не только в Азии проповедовал. Павел на то время использовал все доступные средства и коммуникации. Какие были тогда доступны коммуникации? Кони, ослы, корабли, почтовые голуби. Вы помните, да? А позже, что там начали изобретать уже, когда апостол Павел умер? Это там телеграф, всякие там штучки эти, письма. Общение было совершенно на другом уровне. Но каково было влияние? Несмотря на то, что апостол Павел ходил пешком или передвигался достаточно медленно, он изменил образ Европы того времени. Если бы апостол Павел не проповедовал в Европе, вот в Азии, да, и ближе к Европе, Европа была бы мусульманской сегодня. Вся Азия, в которой сегодня почти все мусульмане, была христианской. Огромные церкви, в которой был молодой пресс-свиттер Тимофей, это была огромная церковь, это была мега-церковь. Сегодня Бог нам дает социальные сети как инструмент. Что вы делаете в социальной сети? Я, иногда мне так интересно посмотреть, что делает молодежь. У нас есть в церкви своя страничка, да, церковь «Новая жизнь». Мы ее недавно начали. И я всегда прихожу, смотрю, что там пишут. И я вам честно говорю, вызывая своих ребят, говорю, ребята, что вы там пишете ерунду? И знаете, такие всякие бред, самые натуральные. Там про любовь какую-то, про такую галиматью несут. Я считаю, у меня уши вяна в трубочку. Он в церкви сидит, он там песни поет, Бога прославляет, улыбается, слава Богу. Я читаю, а там такие фотки, какие-то комменты, настолько тупые. И просто думаешь, как можно такое написать? Но вы знаете, о чем я говорю, ведь я же не уру, правильно? Я не сочиняю ничего. И кто, кто вот это читал, кто писал, тот знает. И я говорю, если вы христиане в церкви, на самом деле, то будьте христианами ВКонтакте. Для меня ВКонтакт – это инструмент, это платформа, это кафедра, на которой я могу проповедовать Евангелие. Если меня в Фейсбуке читает, допустим, у меня где-то под 900 подписчиков, и друзья, моих друзей тоже меня могут читать, то моя аудитория увеличивается. Ничего плохого нету, что ты сидишь в социальных сетях, важно, что ты там делаешь, и как это влияет на твою жизнь. Или исполняешь ли ты свое призвание. Ты можешь быть человеком, который меняет жизнь людей через сети. Кто-то вкачивает, закачивает в ВКонтакт порнографию, а вы знаете, что ВКонтакт – это один из самых активных распространительных порнографий в социальных сетях. И кто-то фильмы туда вкачивает, а кто-то сидит, это и смотрит. А кто-то может прийти и посты писать с проповедью Евангелия. Молиться и посылать информацию своим друзьям и своим подписчикам, веря в то, что Бог прикоснется к ним, а не лить воду и тратить время свое. Я делаю вам вызов сегодня. Вы слышите меня? Вы слышите меня? Ну скажите «Аминь» тогда. Я как-то прыг, когда люди говорят «Аминь». Аминь. Аллилуйя. И поэтому наша жизнь вне контакта и в контакте должна быть адекватной, настоящей. К сожалению, когда люди приходят в контакт, они могут поставить другие авки. Я не люблю, когда люди называют себя ненастоящими именами. Когда они живут совершенно другой жизнью, вымышленной. И самое плохое, когда это делаешь ты, который веришь в Иисуса Христа. Мы с вами должны быть настоящими. Потому что за нами наблюдают. И самый главный, кто за нами наблюдает, наш Папа Небесный. Любой Отец наблюдает за своими детьми. И наш Отец наблюдает за нами. И поэтому я призываю вас сегодня вот на основании послания Тимофея быть сосудом, который Бог будет использовать. Тебя сегодня могут закрутить эти социальные сети. Они на это рассчитаны. Цель Фейсбука – захватить весь мир. Это люди с амбициями. Люди с амбициями. Они хотят, чтобы больше и больше людей присоединялось к ним. И они на этом зарабатывают огромные деньги. Мы же с вами не должны позволить социальным сетям использовать нас. Нам нельзя быть в зависимости ни от чего, кроме от одной личности, которая есть Бог. Потому что, когда ты зависим от Бога, ты по-настоящему свободен. Только одна зависимость делает тебя свободным – это зависимость от Бога. Все остальные зависимости делают тебя рабом. С чего начинается твое утро? Подумайте, хорошо. Некоторые просто оттуда не выходят. Я говорю, ты заходил в контакт, а я и не выходил. То есть он постоянно в онлайне. Богдан, я же слежу за тобой. Богдан не постоянно в сети, не постоянно, это правда. Знаете, когда лежит в телефон вот эти все гаджеты, последние модели, они одновременно облегчают нам жизнь. Нам не нужно с собой носить ноутбук, компьютер, всякие тяжелые прибамбасы. У тебя лежит такой, знаете, мухобойничек в кармане. Зажужжал, ты достал сообщение. И ты постоянно смотришь, человек вот так вот ходит. Он положить его не может нигде, потому что вдруг позвонит кто-то в контакте или кто-то там в одноклассниках, придет сообщение. Место того, чтобы заняться делом, о котором говорил Сергей. Сделать что-то полезное. Вы посмотрите, как отвлекают человека вот эти все вещи от цели и от предназначения. Поэтому, друзья, делаю вам сегодня заявочку такой и вызов. Примите решение влиять через контакт. Если вы спросите, какая цель моей жизни, я вам четко скажу. А я хочу спросить, какая цель вашей жизни? Какое видение лично для каждого из вас? Так, давайте, я спрошу. Так как ты Богдан, скажи, твоя цель. Вот в двух словах, коротко и ясно. Цель же и твое предназначение. Найти именно свое предназначение и... Это цель жизни найти предназначение. Да, ну конечно. У каждого нужно... А ты не знаешь его? Что ты должен делать? Думай. Кто еще может сказать четко? Одним словом. Двумя разрешаем. Детей научить. Красиво сказано, но много. Спасибо. Я вам скажу по секрету. Моя миссия на этой земле одно слово. Влияние. Если вам интересно, как я буду влиять, я вам расскажу поподробнее. Подойдите и спросите. Все, что я делаю, я влияю. Вот я стою, влияю на вас. Я захожу в контакт, и я влияю. Я подхожу к своему сыну, и я влияю на него. Я прихожу в церковь, и я влияю. Моя жизнь влияющая. Я прихожу в магазин, и я влияю. Потому что знаю, для чего живу. Я знаю, как я влияю. И поэтому, когда ты живешь на этой земле, запомни, ты тоже влияешь. И когда ты приходишь в контакт, ты должен понять, что ты влияешь на людей в контакте. Я расскажу историю одного человека. Это наш друг. И вот мы в одной команде. И у него там по семейным обстоятельствам не получается приезжать. И он рассказал, что у него один человек вывесил на странице, что он хочет покончить жизнь самоубийством. Здесь и сейчас. Он в его аккаунте Facebook. И вот Сергей говорит, я читаю. Я нашел телефон, и я звоню по этому телефону. И я говорю, что происходит? И это реально. Человек на срыве на другом конце провода. Он сам, девушка белорусская, она уехала жить в Питер. И там проблема с работой, проблема со здоровьем, и проблема в личных отношениях. Она говорит, я готова сейчас покончить жизнь самоубийством. Потому что проблема с болезнью очень серьезная. И он говорит, подожди, давай поговорим. И он начал проповедовать ей Евангелие. Он говорит, не ложи трубку, я буду молиться прямо здесь сейчас за тебя, чтобы Бог освободил тебя от этого. Он начал молиться. И на том конце провода изменилась полностью атмосфера. Все изменилось. Человек остался жив. В его жизни все изменилось. Бог изменил судьбу человека. Благодаря сети Facebook. Вернее, правильному использованию. Второй случай произошел в Минске, когда человек написал, я умираю с голуба. Это тоже с этим парнем. И он говорит, я пошел в магазин. Я купил продуктов. Я затарился по полной. И со своей женой пришел к этому человеку, постучал в дверь. И я открыл. Открыла девушка дверь. Говорит, кто вы такие? Говорит, вы знаете, вы у меня в друзьях в Facebook. Я говорю, а что? Вы написали, что вы умираете с голоду. Он говорит, это правда. У меня сотни друзей в Facebook. Но вы только один ко мне пришли. И я удивлена. Они зашли и проповедовали ей Евангелие. Влияние через социальные сети. Потрясающе. На днях, может не до днях, недельку назад, мне написал сообщение. Мой друг, не близкий друг, мы с ним учились в университете. И он говорит, Тимур, у меня такая же тяжелая жизненная ситуация. Помоги мне сделать выбор. И я написал ему письмо. И я не писал ему никакой лабуды. Я написал, твой выход в Иисусе Христе. И счастье твое в Иисусе Христе. Я ему рассказал об этом. Он написал, спасибо, Тимур, за помощь. Я не знаю, что он сделает с моим советом. Но то, что сделал я, я посредством социальной сети донес Евангелие человеку. Что делаешь ты? Что делаешь ты? Ты можешь это тоже делать. У тебя потрясающая огромная аудитория. У тебя много друзей. Я понимаю и верующих, и неверующих. Но ты можешь это использовать. Для того, чтобы спасти свой город. Для того, чтобы вытащить наркоманов. И даже если этот человек никогда не придет в эту церковь. У него будет возможность призвать Иисуса Христа в свою жизнь. Если ты будешь христианином в социальной сети. И твои посты будут по делу. Аллилуйя. 15 стих Тимофея 2 глава. Старайся представить себя Богу достойным. Делателем. Неукоризненным. Верным. Преподающим Слово Истины. Аминь. Нам что-то нужно изменить в наших контактах. Нам нужно что-то изменить в социальной сети. Нам нужно, чтобы мы использовали сеть. А не она использовала нас. Я прочитал такой демотиватор. Нарисован моток ниток, который опутал лезвие. И такая подпись. Даже социальные сети могут запутать даже острую личность. Очень много толковых людей сегодня просто тупо сидят. Но мы должны точно знать, что мы там делаем. У нас должно быть четко лимитированное время. Сколько мы должны там находиться. И если ты сегодня в зависимости в какой-то. Есть такая зависимость. Интернет зависимость. И от нее лечат. Но лучше всех лечит от нее Иисус Христос. Через покаяние. Когда ты приходишь к Богу и говоришь, Бог прости, что променял время общения с тобой на контакт. Если мы спросим, сколько мы молимся, сколько мы сидим в контакте. Сколько мы читаем Библию. Сколько из вас пользуются сленгом? Интернет-сленгом в контакте. Пользуетесь? Я так не очень в этом. Но вот пару слов могу там знать. Каких-нибудь. Лол. Лол. Это одно из единственных слов, которые я знаю. Потому что я пытаюсь писать в социальных сетях. Русским языком. Ок-пок. Спасб. У нас язык меняется. Мышление меняется. Мозги не напрягаются. Тачика, да. Ха-ха-ха. Меня вырубает просто. Меня просто рубит на корню. Это ха-ха. Первое. А-ха-ха. А-ха-ха. Я не могу понять. Как можно смеяться буквами? Просто поставь ты смайлик и все. Это наша жизнь. И наш выбор, что мы с нашей жизнью делаем. Ты либо позволяешь Богу использовать себя, либо позволяешь социальным сетям использовать себя. Многие люди сегодня занимаются делом. И я знаю, что многие люди используют это в бизнесе. Это можно использовать в хороших вещах. Это может работать на тебя. Но я не хочу сегодня говорить о том, как это можно использовать в бизнес, как это можно развивать. Я хочу сказать, что тебе просто нужно позволить Богу использовать тебя там, где ты находишься. Если ты на самом деле находишься в социальных сетях, тебе не нужно уходить оттуда. Используй это для того, чтобы проповедовать Евангелие. Ты можешь это сделать? Так давай это делать. Я также хочу спросить, сколько из вас верят, что их родители любят? Любят вас родители, а вы их любите? Как вы им помогаете? Да, ты говоришь, что ты крутой, а я им не помогаешь. У нас очень много дома работы, ребята, молодые люди. Кто не печется домашних своих, то отрекся от веры хуже неверного. Первый показатель твоего христианства в молодом юношеском возрасте, в возрасте юноши, подростка, это послушание и помощь твоим родителям. Мы можем просиживать допоздна с такими красными глазами в интернете, и когда нас просят мама с папой, слушаешь, помоги сделать что-то мне нужно по дому. Мы говорим, мы так заняты. Мы так заняты, мы не можем этого сделать. Мама, сделай сама, папа, сделай это сам. Но сравните, что лучше вкладывать себя в жизнь реальных людей, прикасаясь к их нуждам, либо вкладывать в электронный ящик? Куда лучше вкладывать? В первый вариант. В жизнь реальных людей. И самые близкие люди для вас, подростки, молодежь, юноши, девушки, это ваши родители, пока вы не женаты и не вышли замуж. И это правда. Первая заповедь с обетованием, что говорит? Громче. И дальше что? Вы хотите долго жить? Вот вкладывайте своих родителей, пока они живы. А интернет и компьютер, они подождут. У вас есть друзья, которые нуждаются? Если у вас все друзья ни в чем не нуждаются, найдите себе друга в больнице. Пойдите в больницу, купите апельсинов, мандаринов, посетите бабушку в доме, как он на престарелых. Пойдите в конце концов в детский дом, купите ребенку игрушку, поболтайте с ним, поговорите с ним, покажите любовь Иисуса Христа ему. У меня есть знакомый человек, он говорит, у меня столько друзей онлайн, столько, я с ними так общаюсь, я говорю, а что ты делаешь в своем городе, здесь и сейчас? Какие отношения у тебя с родителем? Знаете, такая гробовая тишина в ответ. Я вам просто делаю вызов. Вы можете оставаться в сетях, но живите настоящей реальной христианской жизнью. Будьте живым телом Иисуса Христа, не электронным. Бог нам даровал настоящее, прекрасное общение с живыми людьми. Иисус прикасался к нужным людям, реально, а не виртуально. Он видел слепого и приходил к слепому. Он видел голодного, кормил голодного. Нам это тоже возможно сделать, потому что это настоящее христианство. Аминь. Юношеских похоти убегай, одержись правды, веры, любви, мира, со всеми призывающими Господа чистого сердца. А в четвертом стихе, во второй главе, в четвертой главе, во втором стихе написано, проповедую слово, настой вовремя и не вовремя, обличаясь, запрещая, вещеваясь со всяким долготерпением и назиданием. Мы можем влиять. Вы хотите, чтобы у вас город спасся? Вы хотите? Не занимайтесь ерундой в социальных сетях. Не пишите глупости. Будьте христианами, чтобы вам было не стыдно, чтобы ваш пост прочитали. За вами наблюдают. Люди наблюдают, читают ваши посты. Бог за вами наблюдает. Между прочим. Многие люди на Западе сейчас теряют работу из-за того, что ерунду пишут в социальных сетях. Один человек, который работал в компании Вольво, он написал, что там в нашей компании там сумасшедший дом. Его прочитали, аккаунты уволили. И сейчас новый бизнес США появился. Они подчищают твою историю в аккаунтах. Ты платишь штуку баксов, и у тебя на странице все то, что тебе надо, для того, чтобы поступить на хорошую работу. Потому что, когда ты приходишь устраиваться на работу, ты обязательно читаешь твой аккаунт, что ты там пишешь. Кто ты и какие у тебя фотографии стоят. Но нам не нужно платить деньги, мы должны быть настоящими. Если тебе нужно сегодня покаяться перед Богом за неправильные вещи какие-то, за неправильные страницы, за неправильные отношения, правильное общение, или неправильное использование времени, это нужно сделать для того, чтобы Бог пришел в твою жизнь и изменил ее навсегда. Ты на этой земле не для того, чтобы просто пожить. Ты на этой земле пришел, чтобы извинить тысячи и тысячи и тысячи судеб людей. Ты должен посмотреть на себя так, как Бог смотрит на тебя. На тебя Фейсбук смотрит, как еще на один доллар. Бог же смотрит на тебя, как на своего соработника, на своего дитя. И вот это время, в которое ты живешь, молодые годы, не трать попусту в онлайне. Живи реальной жизнью Иисуса Христа. Покажи веру из твоих дел. Пусть Бог прославится в том, что ты делаешь. Используй все эти по назначению. Молись за людей. Пиши какие-нибудь нормальные посты. Это хорошо. Но есть еще другая сторона жизни. Реальные люди, которые здесь и сейчас сидят в этом зале. Реальные люди, которые ходят по этому городу. И кто, как не ты, к ним прикоснется. Аминь. Что я хочу сделать с вами? Я знаю один принцип. Или одну, даже не принцип, я бы сказал, что есть один момент. Дух Святой способен вас научить, если вы открыты для Него. Вот вы слышали послание. И Дух способен Дух Святой вас научить. Но перед этим нужно просто принять решение и сказать, Бог, я на самом деле хочу, чтобы в моей жизни все изменилось. Я хочу использовать то, что есть у меня сегодня во славу Божью. Я не хочу, чтобы социальные сети имели меня. Я хочу, чтобы социальные сети работали на меня и работали на Царство Божье. И это не шутки, потому что мы с вами однажды встретимся с Богом. И это может произойти сегодня. Если у тебя какие-то ненормальные вещи, ты обязательно дашь за это отчет. И надо тебе это. Живи нормальной, открытой жизнью. Поменяй свои фотографии. Убери всякие компроматы, которые компроментируют тебя, как христианина, как нормального человека. Изменись. Аминь. Все должно быть по-другому. Почему я говорю об этом сейчас? Потому что это присутствие с людьми, которые здесь сейчас сидят. Нам кажется, поверите своему соседу сейчас, посмотри на него. Он мягкий и пушистый, правда такой классный. Такой молодец. Скажи, умничка ты тут сидишь. Так потрепая его по плечикам. Ты же не скажешь, что он себя что-то неправильно делает. Ты даже думать боишься об этом. Кто-то из вас, может быть, ничего плохого не пишет, но часами прожигает свое время просто. А кто-то может ведется на какие-то пустые и глупые диалоги. Кто-то просто позволяет дьяволу воровать его время. Пришло время с этим покончить. Нам нужно сделать четкую операцию. Нам просто сказать, дьяволу нет и сказать Богу да. Надо сказать, Бог, я посвящаю свою жизнь тебе и свое время в социальных сетях тебе. Я хочу быть твоим проповедником. Я хочу быть твоим человеком. Я хочу быть твоим агентом в социальных сетях. Я хочу нести слово Евангелия людям, если я там нахожусь. Аминь. Прими решение. Потому что от решения зависит либо жизнь, либо смерть. У нас осталось время на молитву. Я хочу, чтобы мы вместе стали. У нас не будет сейчас никакой специальной литургии, либо что-то из ряда вон выходящего. Самое главное происходит сейчас, вот здесь, внутри тебя. Внутри тебя. У тебя есть возможность и власть заглянуть в свое сердце. И сказать своему сердцу, ты принадлежишь Богу. Ты можешь в своей жизни сказать, душа, славь Бога. Как это сказал Давид. Ты можешь сегодня сказать, что все, что я делаю, оно будет прославлять Бога. И положи конец всему тому, что его не прославляет. Аминь. Пусть эти сети начнут работать на Евангелие. Пусть эти сети начнут распространять Божье Слово по этому городу. Пусть тысячи и тысячи молодых людей узнают об Иисусе Христе, о нормальных ребятах, которые живут в этом городе, через социальные сети. Пусть это произойдет. Желаю вам вылезти из-за компьютеров, если там сидите. И скажи, Бог, я вылезу из этого компьютера, потому что я хочу реально прикоснуться к нуждам людей. И пойти в детские дома, пойти к людям, которые сегодня так нуждаются в моем прикосновении. И послужить им. Дать голодному хлеб, раздеть. Одеть раздетого. Ну надо и раздеть иногда кого-нибудь. Себя, например. И отдать свою куртку, подарить кому-то. Я хочу, чтобы мы посвятили себя Богу сейчас. Это весьма серьезно. Это весьма серьезно. Я хочу, чтобы вы сейчас, несколько секунд, просто побудьте наедине с собой. И пусть Дух Святой напомнит вам сейчас, что должно измениться в вашей жизни. Вот просто закройте глаза и скажите, Бог, что должно измениться? Покажи мне. Может быть, это слишком много времени пустого в интернете. Может быть, это не те сайты, не те фильмы, не те друзья. Может, какая-то двойная жизнь. Двойные стандарты. Пусть Господь тебя напомнит. И сейчас скажи, Бог, я посвящаю свою жизнь тебе. Скажи, Бог, я посвящаю свою жизнь тебе. Я посвящаю свое время тебе. И все, что я делаю, я хочу делать во славу Твою. Все, что я делаю, я хочу, чтобы это прославляло тебя. Скажи вместе со мной, Боже, прости меня за праздное время провождения. Прости меня за пустоту, которая тебя не прославляет. Прости меня за компромиссы, которые допускал в своей жизни по отношению к неправильным вещам, ко греху. Я признаю тебя владыкой моей жизни. Богом моей жизни. И прошу тебя, помоги мне перестать зависеть от социальных сетей, от контакта, от одноклассников, от фейсбука, от ненужных фильмов. Боже, я хочу, чтобы то время, которое я провожу там, прославляло тебя принципиально. Принципиально. Помоги мне проповедовать Евангелие. Людям, которые находятся в социальных сетях. Также я прошу тебя, Отец Небесный, помоги мне выйти и прикоснуться к реальным людям в моем городе. Стать твоими руками. Стать твоими устами. Показать Иисуса Христа в своей реальной жизни. Я доверяю свою жизнь тебе. Дух Святой, я прошу, прикасайся к нам сегодня. Измени навсегда нас. Мы говорим тебе да. И мы верим тебе, что твой Дух Святой и твоя благодать, оно поддержит нас и сделает свою работу. Спасибо тебе. Господь, ты потрясающий. Иисус, ты чудесный. Иисус, мы любим тебя. Слава тебе одному. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Скажи аминь. Те, кто принял сегодня решение, это люди настоящие победители. И все должно быть по-другому. Ваш завтрашний день будет совершенно другим. Аминь. И вот в этом зале, должна, вот на молодежном служении, на ваших клубах и молодежном служениях, должна сидеть молодежь, полный зал молодежи. Посмотри, оглянись вокруг. Вот все должно быть заполнено ребятами. Во имя Иисуса Христа. А для этого нужно выйти из контакта, пойти проповедовать на улице, проповедовать в контакте, реально прикасаться к их нужным. Пусть Бог благословит вас.